Песни малочисленных народов Крайнего Севера – это безвременье времен, это звучание чистого родника, это подарок предков будущим потомкам. Песни, что польются сами в душу, утоляя жажду, снимая боль с души. Субтитры создавал DimaTorzok Такие задушевные песни собраны в сборнике песен на стихи авторов малочисленных народов Севера из репертуара легендарного певца, заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Саха-Якутия Александра Парфеневича Самсонова. И сказал, что есть такой замечательный сборник, но тираж практически закончился, и надо, если есть возможность, возобновить, переиздать вот этот сборник. Этот сборник вышел в 1994 году. Пришла мысль о том, что все-таки надо за это дело браться, потому что это песни на стихи авторов малочисленных народов Севера. Миссией нашего музея является именно сбор, сохранение, изучение, развитие, популяризация традиционной культуры, музыкальной культуры коренных народов Якутии. И, конечно, если там готовый уже материал есть, а почему бы и не переиздать, и не побегать, поискать финансы и переиздать. Но потом еще выяснилось то, что к моему стыду я не знала то, что, оказывается, еще есть пластинка, которая вышла в 1992 году. Александр Парфеневич об этом тоже сказал, что есть пластинка. И у нас сразу вот такая возникла идея, что можно объединить вот эти два издания с помощью новых современных технологий. И вот нынче, в этом году, вышел сборник «Текст, ноты и QR-коды» в QR-кодах исполнения самого Александра Парфеневича. И, конечно, мы еще добавили статьи Александра Парфеневича, которые были еще не опубликованы. И еще видео добавили в QR-кодах от презентации тех времен. И очень знаменательно то, что мы взялись, наш музей взялся за это дело, потому что презентация происходила, вот презентация пластинка происходила именно в нашем старом музее. И презентацию провела наша Аиза Петровна. Все на виде зафиксировано. Все наши, вот Николай Николаевич Курилов, Евдокия Бокова, все такие молодые, Мария Николаевна Мореева и все такие молодые, счастливые были, когда вот был издан вот этот сборник и вот эта пластинка. И ихние отзывы, все-все это вошло вот в новый сборник. И мы, конечно, очень рады этому, то, что мы свою лепту маленькую хоть вложили вот в это дело. Над переизданием работали авторская группа, составители с нашего музея, Помогаева Любовь Константиновна. И она же QR-коды тоже это наделала. Музыкальную редакцию сделала Мария Ивановна Шамаева. Она сама музыковед, сама преподаватель педагогического колледжа. Дизайн сделала Марина Владимировна Соломонова. Девушка, которая работает в Сунтарском Угусе, в детской школе искусств. Очень талантливая девушка, и вот поэтому прямо красочная такая книга вышла. Те, кто соприкоснулись хоть или немножко поговорили с Александром Парфеневичем, его обаяние сразу берет человек. Потому что он такой человечный, он такой теплый, он такой открытый. Он действительно как ребенок с открытой душой любит этот мир и делает добро всем. И вот когда он пришел в наш музей именно вот насчет переиздания сборника, он с такой любовью говорил про народ, про коренной народ, как он любит север. Это излучало, и это чувствовалось, то, что действительно он болеет душой и сердцем за сохранение, за популяризацию музыкальной культуры коренных народов Якутии. Действительно он понимает ныне существующие проблемы с сохранением языка и культуры, тем более музыкальной культуры. И он рассказывал. Вот в книге же, в сборнике от составителя, от имени автора статья же есть. И он там очень хорошо пишет о Николае Николаевиче Курилове, который впервые к нему с такой просьбой пришел и рассказал все это. И он очень красочно все это описывает, потому что он действительно прочувствовал проблему и то, что действительно надо помочь. И я, допустим, Александра Парфеевича всегда знала как певца Победы, но больше 30 лет он работал уже в нашем театре оперы и балета. Действительно, то, что его партии, которые он исполнял, действительно достойны. И мы знаем его как певца Победы. Вся республика знает. А то, что вот именно с народами, с коренными народами он как работал и как он ездил по Северным Лусам, как его встречали. Его воспоминания, как он рассказывает с душой, с такой любовью, за душу берет. И, конечно, вот такие люди, такие энтузиасты своего дела. Хочется именно последовать за их примером. Они для нас пример. Мне кажется, вот эти люди, которые трудились в советское время, у них все это заложено. А для современного человека это немножко мы другие же. Но все равно вот если рядом с ними работать, тем более еще что-то с ними сделать параллельно, это большого стоит. Ежегодно в День Победы в нашем музее мы организовываем выставки Александра Парфеневича. Допустим, в этом году выставка была названа «Певец Победы» Александр Самсонов. Действительно, Александр Парфеневич вообще человек, которым можно восхищаться. Потому что вот я вижу его как глазами музейщика. И вот его именно умение систематизировать, собирать все это по полочкам. И потом еще по всеми его поездкам вот такие альбомы создавать, чтобы ничего не забылось, все отзывы, все статьи, все фотографии по всем улусам. У него все-все систематизировано. Это действительно, это кладезь для музейщиков. Это вообще, я вообще восхищаюсь тем, что как он умеет сохранять, потому что он понимает, что надо все это действительно оставлять молодому поколению. И мы горды тем, что с нами рядом такие люди с большим именем. Энтузиаста своего дела Александр Парфеневич, Аиза Петровна, Феврония Алексеевна Байшева, Акулена Петровна, Трайзен Олгенеч. Вот такие действительно выдающиеся люди. Те люди, которые душой и сердцем болеют за сохранение, за изучение, за развитие, за популяризацию самобытной культуры, музыкальной культуры, песенной культуры, вообще фольклора наших народов. Автор песен – выдающийся сын юкагирского народа, идейный вдохновитель и основатель проекта песен на слова авторов малочисленных народов, художник, поэт Николай Николаевич Курилов. Моя идея заключалась в том, чтобы вовлечь его в нашу песенную культуру, чтобы он пропагандировал. А вот издание сборника – это силиком Александра Парфеневича. Его энтузиазм, его стремление не только сохранить на аудио, чтобы, скажем, тогда кассеты были, и сохранить на бумаге, на фортепианном, чтобы другие певцы пели. И вот это его инициатива, его бегание по учреждениям, искать печатный орган, который взялся бы из дачи. Ну вот таким предприятием тогда нашелся аэрогеотическое предприятие. Предприятие, уникальность издания в том, что она почти рукописная. Ну вот тут писали от руки, вот это работники предприятия. И, естественно, чтобы было переложение велодистов более читабельным, он отдал тоже по своей инициативе композиторам, и эти композиторы обработали, нотировали мелодии наших исполнителей. На пробу мы дали, то есть я отдал ему нашу известную песню «Лабун Мэдону». Это песня «Тоски» и «Тампрося», потому что в 57-м году с этой речки «Лабун Мэдону» по карте Курупаточья весь поселок Пуста-7 перенесли в поселок Андрушкино. И до 90-х годов, когда вертолетов все было много и можно было летать, вот наша группа, в том числе Гаврин Николаевич, мы побывали на том месте, где стоял наш поселок. И вот мы ходили, но я был маленький все-таки, я помню, как уезжал, наверное, перед последним, может быть, последний аргиш, когда люди часто останавливались, жгли костры, с тоской оглядывались назад. И вот Гаврин Николаевич после этой поездки написал исчезновение «Лабун Мэдону», песню «Тоски» и «То же время надежды». И эту песню на пробу отдал Александру Парфеевичу. Он эту песню испел. Конечно, мы его учили, как произносить правильно. И надо сказать, поскольку он оперный певец, очень хорошо запоминал, очень хорошо передавал то эмоциональное создание, которое вложено в стихотворение. И вот таким образом, когда прослушали эту песню, мы начали ему уже кипами отдавать. Александр Парфеевич, конечно, сделал великое дело. Что касается «Лабун Мэдону», конечно, это наша уже классика. Она звучит в исполнениях разных певцов и в аранжировках современных и так далее. Поэтому можно сказать, что она еще будет и на других языках, наверное, звучать, потому что мелодия... И слова хорошие, и мелодия отличная. Появляются новые мелодисты, новые авторы, которые пишут на родном языке. И есть еще те, которые пишут на русском языке. Ну, я, конечно, стараюсь. И брат говорил Николаевич. Все же находятся и выходят из школы выпускники, которые постараются вовлечь себя в нашу культуру. Я думаю, это будет продолжаться. И думаю, с надеждой, что какой-нибудь еще исполнитель возьмется за песни, которые он не спел. Есть много югагирских текстов, мелодии имеются. Ждем, ищем авторов. Иногда откликаются, как, скажем, Саина, которая спела «Авиа, Марию» в моем переводе. И таким образом югагирский язык выходит за пределы Якутии, России, вовлекаясь в большую музыкальную культуру нашей планеты. В здании Якутского педагогического колледжа имени Степана Гоголева состоялась презентация второго рождения данного уникального поющего сборника. Александр Парфеньевич первые свои профессиональные музыкальные навыки и знания получил в тогда еще совсем молодом музыкальном отделении педагогического училища. Затем он продолжил обучение в музыкальном училище и дошел до главной кузницы музыкантов России, до Московской Государственной консерватории имени Чайковского, которую благополучно окончил и свой творческий талант посвятил родной республике. Сегодня мы все собрались в этом замечательном зале отметить второе рождение сборника. Сборника нашего выпускника Александра Парфеньевича Самсонова. Именно связь как с выпускником музыкального отделения мы держим. Он к нам частый гость, он посещает наши кураторские часы. Мы в день 9 мая обязательно встречаемся с ним и он, конечно, поет песни Победы. Ну и сегодня эта встреча бы не состоялась, если бы не инициатива нашего прекрасного преподавателя Марьян Иванова. Вот как эта встреча у нас была организована, как говорится, сначала была песня. Или сначала планировался кураторский час. Кураторский час, где 20 студентов одной группы должны были встретиться с Александром Парфеньевичем Самсоновым и в тесном круге говорить об издании поющей песни. И сегодня вот мы видим зал полный, то есть интерес к песни именно народов, я скажу, народов, проживающих на территории Якутии, она, скажу я, сегодня самая актуальная. Песни, именно фольклор малочисленных народов, проживающих в Якутии, она настолько актуальна, что, я думаю, этот сборник найдет свое применение. И сегодня требование времени. Вы, наверное, заметили, что на каждой странице имеются клюар-коды, по которым, наведя, вы можете услышать песни в исполнении автора. Это многого стоит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы работаем вместе у РАДО. Я написал на его стихе вокальный цикл еще давно, 92 года. Из этого цикла одна песня здесь есть, в этом дворнике, и обработка дел из, ну, и еще одна песня из Эмилианова есть, одна песня, обработка. Ну, вообще, работать с такими, мало, естественно, мы говорим, но это небольшой народ, а большой, я считаю, для Севера это самый большой народ. Эвены, Элинки, Пикагиры, Чукчи, потому что они до сих пор держат свою национальную культуру, свой национальный язык, свой музыкальный звукоидеал. И помните, какие у них прекрасны ритмопорные. Ритмопорные сразу замечают, что это национальный северный народ, и я считаю, что обработка этих песен, я считаю, как композитор, очень сложная. Не надо подражать европейскому стилю техникой письма композитора, надо уже совершенствовать национальными истоками. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Парфеневич, это, конечно, кладезь нашей культуры. Он светлый, добрый. И, к примеру, я помню, что когда я ему позвонила и спросила, мне так было страшно, я сказала, Александр Парфеневич, знаете, я увлекаюсь культурой русских старожилов, русскоустинцев, пахачан, а у вас есть замечательная песня «Русская густья», не могли бы вы мне ее как-то вот найти? И он мне пришел и принес свой диск и сказала, Лена, пожалуйста, пользуйтесь. Он настолько добрый и душевный, поэтому я желаю быстрее Александра Парфеневича вам выздороветь, и чтобы вы радовали как можно больше всех нас и дольше своими прекрасными песнями, вот такими удивительными сборниками. И всех я поздравляю с этим прекрасным днем. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы, естественно, поздравляем Александру Парфеневичу с презентацией книги, не оценим его вклад в музыкальное искусство республики. Также он, начиная с 2000-х годов, ведет творческую деятельность по воспитанию, по патриотическому воспитанию населения, именно молодежи. Мы хотим сегодня пожелать крепкого здоровья Александру Парфеневичу, скорейшего выздоровления, творческих вдохновений и долгих лет жизни. Сегодня очень волнительный и радостный день. Мы с вами присутствуем на самом доделе очень значимом мероприятии в истории развития культуры нашей республики. Потому что как выходил в цвет этот сборник, какая кропотливая работа была проведена, какие ресурсы были задействованы людские, наши эмоциональные. Понимаете, что сохранение культуры – это будущее народа, это будущее страны. А сохранение уникальной культуры народов севера, я считаю, это, наверное, очень важный и значимый вклад. И с глубоким уважением нашему Александру Самсонову, как представитель школы Парфеня Никитича и Надежды Еменины Самсоновых. Дорогой наш Александр Парфеневич, вот этот букет, согретый любовью нашего коллектива, мы протягиваем вам. Культура народов севера – это как танец, их танец, это как узоры, как северные сияния. Это та самая уникальная культура, которую действительно надо и необходимо сохранить. Вы понимаете, жизнь настолько она стратична, настолько сейчас мы зависим от развития информационных ресурсов, от развития техники. И наша задача с вами, вот почему я обращаюсь к будущим педагогам, сделать все, чтобы развивающее, наше подрастающее поколение помнило это и знало это. Эти песни, они затрагивают, наверное, все струны души каждого человека. Потому что вот я сидела, наблюдала, да, когда выходили, пели, танцевали, мы все припевали и пританцовывали. Правильно? То есть весь зал сейчас живет какой-то особой энергетикой. Вы это чувствуете? Я это чувствую. И вот хочу еще сказать. Родители Александра Парфемьевича, люди, имеющие огромный вклад в развитие образования в нашей республике, они воспитали своих детей тоже уникальными. То есть вот воспитание в семье, оно дает основу, основу развития государства. Пусть в каждой семье будет счастье, мир, мир в нашей стране, пусть звучат такие песни. Пусть эти песни закрывают нашу душу. И мы хотим поздравить всех людей, которые работали над этим сборником. Потому что действительно, еще раз повторяю, это огромный значимый труд, который будет принят, конечно же, да. Я думаю, вот я в обязательном порядке сейчас заказала этот сборник, потому что он должен быть в нашем музее, в музее имени Санксонова в нашей школе. И мы, конечно же, в своей школе расскажем об этом событии. Конечно же, мы проведем и классные часы, да, и для коллектива тоже, потому что это должно быть масштабировано. Студийная запись песен была сделана в сопровождении симфонического оркестра российской телерадиокомпании «Останкино». В итоге в 1994 году была выпущена пластинка фирмы «Мелодия». Как вспоминает Александр Парфеневич, как обходил все типографии, где ему либо предъявляли счет на крупную сумму, либо вовсе отказывали. Но он нашел неординарный выход. Обратился в аэрогеодезическую компанию, которая занимается картографией и издает только карты. И до того момента ни малейшего опыта по печатанию нот не имела. Как он их смог убедить? Все это сделать бесплатно. Это просто фантастика. Низкий поклон им за это. И вот, ноты на предыдущем сборнике были нарисованы рукой картографа. Непростое это дело. Писать ноты — это непростой звукоряд из семи нот. Это большие, сложные аккорды. Кроме нот, обилие различных музыкальных знаков. При малейшем содрогании руки может измениться весь концепт музыки. Но работа проделана весьма качественно. В благодарность Александр Парфеневич в стенах компании дал два сольных концерта. Человек необычайно широкого диапазона как творчества, так и человеческой души. Щедрый на талант и на общение с людьми. Вы знаете, я думаю, этот сборник, все уже поняли, что этот сборник появился благодаря не только его уникальному таланту, не только его благородному баритону, который звучал на всех сценах республики, в Москве, в России, который покорил всех нас, по всем многим поколениям слушателей, зрителей. Этот голос, именно к нему обратился Николай Курилов. Почему? Потому что именно этот голос мог передать все богатство песен, все богатство довести до слушателей, всю смысловую сущность каждого политического слова, заложенных в этих песнях. Когда я открыла этот сборник, второе издание, как драгоценную шкатулку, не просто шкатулку, а музыкальную шкатулку, лаковую, богатую, украшенную всего портретом, то почувствовал просто, оказалась в тундре, среди снегов. Я мчалась на оленях, я была вместе с этими собачками, была в этом чуме, видела этих ингагирских, венских, венгийских ребятишек и слушала, все это слышала в песнях, в голосе Александра Павельевича. Я всех поздравляю с этим прекрасным событием, выпуском второй жизни сборника. Он достоин, чтобы песни его звучали на всех широтах нашей планеты. Я думаю, его тематика настолько широка, что к нему они могут звучать и в детском садике, и в университетах, и в колледжах культуры, педагогических, и на большой сцене, и на малых сценах, в любом исполнении, и на любительской сцене, и в душе каждого человека. Я думаю, могут напиваться просто так. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . Спасибо. . 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